Здорово, народ! Да, 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 да. Вот на чем мы трудились последние несколько месяцев. И последний вопрос, который я хотел бы решить. Как вы считаете, может быть, стоит уже как-то потихоньку избавляться от этих фирменных футболок? А то получается слишком много логотипов в кадре. Здесь логотип, здесь логотип, здесь логотип. Вот, вы не подумайте, у нас не раздутое эго, просто вот такой вот фирменный стиль. И его дальнейшая судьба зависит исключительно от вас. Поэтому давайте не стесняемся и пишем свое мнение в комментариях. А я пока вам напомню, что если под этим роликом наберется хотя бы 20 тысяч лайков за неделю, тогда мы разыграем еще один смартфон Poco X3 Pro. Сейчас уже у нас собиралось три штуки, думаю, что четвертый никому не помешает. Все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие, это написать уникальный комментарий и оставить данные для связи в описании своего канала. В общем, все по старинке. Давайте, друзья, я в вас верю. Ну а сейчас мы переходим к свежему выпуску новостей под номером 870. Сатоши, какой сейчас выпуск? У нас нет нумерации. Да? А, ну ладно. Одной из самых интригующих новостей разогрева будет совместная идея Samsung и IBM в области разработки процессоров, при помощи которой в скором будущем смартфоны при тех же габаритах смогут работать от одного заряда до 7 дней, либо станут гораздо мощнее. Все благодаря новой компоновке транзисторов на поверхности кремния. Если кто не в курсе, сейчас процессоры производятся по технологии FinFed, которая подразумевает горизонтальное расположение транзисторов. Samsung и IBM предлагают располагать их вертикально и перпендикулярно по технологии VT-Fed. Ну, это так, чисто для справки. Поверьте, я понимаю, что эта тема для многих зрителей максимально душная, но, друзья, если все выгорит, то, представляете, 7 дней от одного заряда. Хотя, может быть, это не главная проблема современных смартфонов, и производителям стоит двигаться в другом направлении? Что думаете? В любом случае, я уверен, что таким образом Samsung планирует занять одну из лидирующих позиций на рынке по продажам чипов. Ведь сейчас, если верить аналитикам, она на этом поприще стоит плюс-минус на одной ступеньке с Unisoc. И это очень стыдно. А вот первое место уверенно занимает Mediatek. По сети гуляют слухи, что такое положение дел не по душе другим крупным игрокам. И те же Qualcomm вообще планируют показать следующее поколение флагманской линейки уже следующей весной. То есть, вот совсем недавно был представлен процессор Snapdragon 8 Gen 1. Мы его еще сами даже не успели потрогать. А уже в мае месяце может быть представлен Snapdragon 8 Gen 2. И самое забавное, что в этом есть определенный смысл. Если Mediatek DMC 9000 будет во всем лучше. Димон, завязывай. Никому не нужны твои процессоры. Слушай, ну как это неинтересно. Это ведь сердце каждого смартфона. И 80% успеха продукта зависит конкретно от процессора. И только остальные 20% там ложатся на плечи разработчиков ПО и так далее. Может обойдемся в этот раз без процентов? А то я помню, чем это закончилось в последний раз. А остальные 15-20? Ну это извините, куда деваться. На самом деле, от ПО зависит гораздо больше. Вон, Маркус на днях провел слепой тест камер смартфонов из разных ценовых сегментов среди своих подписчиков. И знаете, какой победил? Pixel 5a. По мнению людей, он справился лучше Pixel 6 Pro и iPhone 13 Pro. Я, правда, не до конца уверен, что тут дело только в алгоритмах обработки. То есть в ПО. Многие критикуют Маркуса из-за самого подхода. Ведь сравнение он делал в социальных сетях, где все пережато. Еще его многие обвиняют вообще в подтасовке фотографий. Типа он сделал там 10 снимков на 5а, на 6 про. Вот и выбрал самый удачный из 5а и самый неудачный из 6 про. И выложил их. Вот для того, чтобы поднять там типа больше хайпа. Но дело в том, что я знаю, на что способен Pixel 5a. И почему он на это способен. Поэтому мне кажется, что такой результат вполне реалистичен. Мы тоже делали что-то подобное в прошлом году. И в нашем тесте по итогам слепого голосования китайский Redmi Note 9 Pro уделал iPhone 11 Pro Max. И это было эпично. Друзья, я знаю, что вы любите розыгрыши. И прямо сейчас я готов запустить новый. Видите этот сексапильный Poco F3 в новом сером цвете? Прямо сейчас он официально продается в Украине. И по этому поводу я готов разыграть один такой смартфон в нашем Telegram канале. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании и жмакнуть на кнопочку «Участвовать» один раз. И все. То есть такой розыгрыш в один клик. И после этого вы являетесь участником. На выполнение этого условия вы потратите, может быть, там секунд 10-15, не более. Давайте. Желаю удачи каждому из вас. А сейчас продолжаем. Основной блок новостей я хочу начать с Samsung. Но потому что здесь такое. Неплохо, нехорошо. Будем двигаться по нарастающей. Мне кажется, так правильно. Во-первых, все, кто рассчитывал на демократичный прайс Galaxy S21 FE, можете расслабиться. Шары, как в прошлом году, не будет. Хотя, как по мне, тогда тоже шары не было. В общем, если верить информации, которая попала в сеть, в этот раз флагман для фанатов будет стоить приблизительно 750 евро. Вот сколько это в рублях, гривнах и тенге. При этом ничего сверхъестественного в смартфоне не будет. Уверен, что тот же OnePlus 9 Pro за свои 650 долларов гораздо интереснее и премиальнее. Это так, к слову. Нет, мы, конечно, на него посмотрим, но завышенных ожиданий точно быть не должно. В лучшем случае смартфон станет хитом где-то через год, когда ценник упадет. Как и в случае с Galaxy S20 Fan Edition на Snapdragon. Но на старте продаж он точно никому не будет интересен. Тем более, что на подходе уже старшая линейка S22. И, судя по всему, корейцы прислушались к критике прошлого поколения касательно использования пластика. Вы ведь помните, да? У S21 тыльная панель была именно из пластика. По заявлениям инсайдера Ice Universe, который по совместительству является цепным псом Samsung, и чуть позже вы поймете почему, в новой серии все представители линейки получат стекло. А самая старшая версия может еще похвастаться новой темно-зеленой расцветкой. На мой взгляд, смотрится неплохо. Но не то, чтобы идея была нова. Меня больше заинтересовал несколько другой пост, в котором инсайдер утверждает, что камера S22 Ultra просто божественна. Хотя, раньше он переживал по этому поводу, потому что, глядя на бумагу, особых отличий нет. По его словам, корейцы здорово потрудились над алгоритмами обработки и биннинга 108 мегапикселей. Теперь отвечая на вопрос, почему этот парень продался? Потому что он уже держал сэмпл в руках. Но показывать он его не может. Понятное дело, откуда он его взял. Корейцы дали, попросили заинтриговать публику, но всех карт раскрывать нельзя. Ой, а ты бы отказался от такого предложения. Слушай, ну почему ты постоянно вставляешь свои пять копеек? Потому что ты продался китайцам. Ну, а ты продался мне. А значит, продался китайцам. И это получается сразу двойной зашквар. После успеха модели GT Neo 2, интерес пользователей к бренду Realme возрастает с каждым днём. И если раньше мы говорили о новинках компании вкратце, то в нынешних реалиях это будет не совсем уместно. Сейчас между производителями смартфонов идёт настоящая рубка. Кто быстрее покажет аппарат с чипом Snapdragon 8 Gen 1? Первой отстрелялась Motorola. Но давайте на чистоту. Кому интересен этот бренд? Второй, судя по тизерам, должна была стать Realme. Но по итогу нам просто рассказали об основных фишках модели GT 2 Pro, которую полноценно покажут в начале следующего года. И если вкратце, корпус новинки отчасти будет выполнен из возобновляемых биоматериалов. Ну вы поняли, да? Борьба за экологию и всё в таком духе. Но при этом блок питания останется в комплекте. Второй фишкой станет ультраширик с углом обзора 150 градусов. Смартфон будет лучше держать сигнал мобильной связи, Wi-Fi и даже качнут NFC. Дистанция срабатывания которого вырастет на 20%. Также сделали акцент на уникальном дизайне, который придумал тот же чел, что и для GT Master Edition. Его мы, кстати, уже видели. И пока он мне не особо зашёл. Может там как-то интересно обыграет тыльную панель. Или вживую он будет смотреться лучше. Хз. Предварительно мне нравится, что Realme хочет выбраться из-под крыла Oppo и придумывать что-то своё. Но пока, кроме крутых антенн, меня как пользователя вообще ничего не впечатлило. Пишите, что вы думаете по этому поводу. А я пока вам расскажу, что из себя представляет обычный GT2 без приставки Pro. На первый взгляд, это будет тот же GT Neo 2. Только с небольшими изменениями. Вместо Snapdragon 870 запихнут 888. И качнут камеры до уровня флагманов. Собственно, Realme применили ту же тактику, что и OnePlus в отношении 9R и 9RT. Один в один. И на мой взгляд, это немного скучно. Занимается той же хернёй, что и Xiaomi, выпуская однотипные девайсы. Простыми словами, конвейер. Также стала известна первая информация относительно продолжения хита продаж GT Neo 2. Digital Chat Station сообщил, что третья версия получит чип Dimensity 8000. Который уже прозвали убийцей популярного Snapdragon 870. Да, информации пока немного. Но, друзья, это уже что-то. И лично я не против Mediatek. Потому что в последнее время ребята неплохо себя показывают. Главное, чтобы со временем они не зазнались как Qualcomm и не взвинтили цены. А так, на них начинают активно переходить даже смартфоны из топ-сегмента. Он, тот же информатор, заявляет, что Oppo Find X4 будет выпускаться в двух версиях. С Dimensity 9000 и последним снэпом. А еще ему пророчат второй дисплей на тыльной панели и отсутствие рамок. Выглядит интересно и интригующе. Но, зная Oppo, ценник будет 100% неадекватным. Не так давно Apple выпустила MacBook с челкой. И теперь сама не знает, как бороться с этим срамом. Хорошо, хотя бы есть сторонние разработчики, у которых есть свежие идеи. Вот, допустим, можно повесить гирлянду и разного рода украшалки. Нет, друзья, это стыд полнейший. И, тем не менее, по сети гуляют слухи, что Apple разрабатывает огроменный планшет с диагональю 16 дюймов и таким же вырезом. По мнению инсайдеров, такая штуковина должна здорово прокачать экосистему бренда. Особенно она должна приглянуться любителям умного дома. Ведь планшет можно будет цеплять на стену. Забавно, что потом Apple могут обвинить в плагиате. Потому что Samsung опередит их с выпуском планшета, у которого будет этот ужасный вырез. Вы ведь помните его, да? А главное, сколько во всем этом смысла и толку. Но, возможно, к тому времени они одумаются. Потому что, если верить инсайдеру Минчако, в двух из четырех айфонов следующего года выреза не будет. То есть надежда все-таки есть. Речь идет об iPhone 14 Pro и Pro Max. А вот обычные 14 и 14 Max останутся прежними. Еще следующее поколение получит продвинутую основную камеру с разрешением 48 мегапикселей. И грамотным биннингом, который будет выгодно отличаться на фоне конкурентов. На этом, пожалуй, все. Этих изменений будет достаточно. А перископ завезут только в iPhone 15. Вы же помните, да? Apple спешить некуда. Они любят растягивать удовольствие. А всех недовольных Тим Кук публично посылает на Android. Правда, вот по мнению аналитиков, любители яблока неохотно туда ходят. А вот в следующем году, наоборот, ожидается существенный приток со стороны зеленого робота. Потому что купертиновцы выпустят бюджетный iPhone SE с поддержкой 5G. И ценником 399 долларов. А по трейды, ну так вообще за 269. Таким образом, по мнению тех же аналитиков из JP Morgan, в 2022 году полтора миллиарда Android-пользователей могут перейти на iOS. Мне кажется, эти ребята слишком переоценивают значимость 5G для людей. И вряд ли кто-то осознанно будет менять красивый смартфон без рамок на колхоз 7-летней давности, но с 5G. Я после Нового года выпущу обзор iPhone 13 mini с его мизерным дисплеем. И расскажу все, что я думаю о таких айфонах. Друзья, это жопа полная. Блин, я же только что заспойлерил. Ну что, братцы, Xiaomi официально объявила дату презентации 12 серии и MIUI 13. А еще они успели многого наговорить, наобещать. В общем, давайте во всем этом разбираться. Ну, во-первых, новые смартфоны в этот раз представит не гендиректора бренда, а вот эта милая дама. Она же является менеджером по новым продуктам. Возможно, таким образом смотреть презентацию будет немного веселее. Во-вторых, покажут сразу три смартфона. 12, 12 Pro и 12X. Эту информацию подтвердили сами руководители Xiaomi. Все последние посты в социальных сетях, а не публиковались еще не анонсированных аппаратов. Ну и в-третьих, как я уже сказал ранее, будет представлен новый интерфейс MIUI 13. И, судя по всему, компания делает на него большие ставки. Гендиректор пообещал, что Xiaomi 12 будет не только мощнее предшественника, но и стабильнее. Также он отметил, что в курсе всех проблем и хейтер, с которыми столкнулся бренд в этом году. И уверен, что новинки исправят ситуацию. Хотя, на самом деле, было бы очень странно, если бы в своем посте он написал, что новые продукты, на которые мы потратили миллионы долларов, окажутся таким же говнищем. В общем, мы обязательно проверим. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Самое забавное, что Xiaomi одна из немногих компаний, которая еще более или менее умеет хранить тайны. То есть, мы вроде бы знаем, что будет три смартфона. Но я вот сейчас не могу за неделю до презентации рассказать все технические характеристики. Потому что пока есть только догадки и официальная инфа с опубликованных тизеров. Типа Snapdragon 8 Gen 1. В общем, банальщина. Ну а все остальные характеристики и сливы я уже озвучивал в предыдущих выпусках. Как-то не хочется повторяться. Давайте-ка я лучше расскажу, какие смартфоны первыми получат MIUI 13. И когда. В Китае первые сборки появятся уже в день анонса. А вот на глобальном рынке, если верить ресурсу Xiaomi MIUI, только в середине января. И вот на каких моделях. Полный список перед вашими глазами. Кому интересно, ставим на паузу. Честно, пока звучит как-то слишком оптимистично. Хотя, возможно, Xiaomi изменили тактику и подход. Если они сделают все как нужно, тогда, возможно, им удастся отбелиться от неудач этого года довольно быстро. Что думаете? Если с приходом MIUI 13 вернется стабильность, можно ли снова считать Xiaomi топом за свои деньги? Или же нет им прощения, пускай горят в аду, да здравствует Realme. Дичь, братцы, сегодня будет неплохая. Не то чтобы прямо совсем угарная, но лично мне было забавно. Мы с вами часто говорим о фейлах тех или иных людей. И иногда ситуации доходят буквально до абсурда. А помните чувак, который забыл пароль от флешки, на которой хранились биткоины, там, стоимостью в сотни миллионов долларов? Или когда чувак выкинул жесткий диск на свалку, и там тоже были битки на сотни миллионов долларов? И таких ситуаций очень много. А я вот помню, когда еще давно играл в Lineage 2 и продавал шмотки, случайно ошибся на один нолик. И месяцы фарма коту под хвост. Тогда это было обидно. Но, друзья, это просто ни о чем. На фоне ошибки, которую совершил один из продавцов NFT-картинки. Для полного погружения рекомендую поставить на паузу и ознакомиться с информацией, что такое NFT. В общем, чел продал токен из серии Bored Ape Yacht Club. И вместо стоимости 75 эфириума поставил 0.75. Самое забавное, что парень сразу осознал, как облажался, и попытался кликнуть на отмену. Но было уже поздно. Таким образом, вместо 300 тысяч долларов, автор получил 3000 баксов. Все из-за того, что забыл поставить один нолик. Пара секунд. 297 тысяч долларов разницы. За картинку обезьянки. Передаю привет всем врачам, учителям и просто работягам, на которых держатся наши страны. Ну и последняя новость, на мой взгляд, вообще какая-то лютая жесть. Помните, когда только началась корона, многие пользовались ситуацией, слабостью людей и продавали там различные браслеты, кулоны, там, ожерелья, которые якобы спасали от вируса. Я, конечно, вообще в шоке. Я не понимаю тех людей, которые это покупают. Но ладно, ситуация есть. Но ладно еще вирус. Кругом о нем говорят, люди очкуют, паника и все в таком духе. Но ситуация, которая произошла в Нидерландах, это прям, вот знаете, манна небесная для нашей рубрики. В общем, там люди покупают кулоны, которые, по легенде, оберегают от негативного воздействия 5G. И делают они это осознанно. То есть, вроде бы кидалово, но законное. Правда, тут нужно немного оговориться. С недавних пор уже незаконное. Потому что после проведения ряда исследований оказалось, что кулон радиоактивный. И он не только не спасает от 5G, но еще и вредит. Вы представляете, насколько людям нечем заняться? Мало того, что они боятся 5G, потом еще покупают какие-то кулоны, дают за них деньги. Эти кулоны потом их облучают. И в случае чего, они ведь потом пойдут и обвинят вот эти вот вышки 5G. Куда катится этот мир? Бэм. Честно, я всячески хотел закончить этот выпуск на какой-то, знаете, позитивной ноте, чтобы там поржали и потом пошли там рассказывать друзьям. Но я просто в шоке. Я вот в шоке с того, что происходит. И поэтому все. У меня на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Участвуйте в розыгрыше Poco X3 Pro. Вот прямой эфир уже не за горами. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»